Ещё больше интересного, любопытного, важного. И ещё больше вашего доверия. Вашего доверия. Окунулись в детство. В Сургуте сыграли в старинную русскую забаву в снежки. В сражении приняли участие сотрудники различных радиостанций города. О снежных баталиях Елена Саган. Кто в России не знает эту весёлую игру? С первым снегом и детвора, и взрослые устраивают снежные баталии. А в Бельгии игру в снежки местные законодатели приравняли к бросанию камней и объявили штраф в 100 евро. Хорошо, что у нас до этого не дошло. Потому, получив предложение стать главным партнёром мероприятия «Снежки-ФМ», Хантамантийский негосударственный фонд не колебался ни секунды. Уважаемые сургутяне, когда мы уезжаем в тёплые края, будь то в России, будь то за рубежом, мы всегда с гордостью говорим о том, что мы россияне, что мы из Сибири, и получаем ответ, ой, наверное, там холодно. Да не холодно нам, нам тут очень хорошо и комфортно. И вот Хантамантийский негосударственный пенсионный фонд решил поддержать традицию поиграть в снежки. Если раньше в наше детство мы играли в Пангору, в Царьгору, играли там в взятие в крепости, сегодня мы поиграем в «Снежки-ФМ». В конце декабря ровно на площади перед Ледовым дворцом началось снежное сражение в рамках весёлой зимней игры «Снежки-ФМ» с участием радиостанции «Маяк-Югра», «Север-Авторадио», «Радио-Югра» и «Радиослушатели». Каждую радиостанцию представляла своя команда. Сколько раз получается? Один, два, три, четыре, пять. Как зовут вас? Матвей. Матвей. Валера. Валера. Лёва. Лёва. Данил. Данил. Игорь. Игорь. Молодцы, какие вы все разнообразные. Вот у меня уже одна команда готова. Команды-участницы сразились в метании снежков, построении снежных фигур, закрепили командный дух конкурсом «Ледяные цепи» и всласть поели мандаринов на фруктовом задании. По окончании участники отвечали на вопрос, как прошло мероприятие. Было очень весело, очень понравилось, чтобы задействованы были и дети, и взрослые, что могла именно проявиться такая семейственность и зимний дух предновогодний. Что тебе понравилось больше всего? Мне больше всего понравилось, как мы строили щели. Тебе? Мне понравилось, когда мы кидали снежные фигуры. В финале все участники получили отличные новогодние подарки от сети магазинов «Карапуз». А нами было принято решение повторить снежные игры в следующем, 2014 году. Замечательное мероприятие, замечательная традиция, которая у нас появляется в городе. Очень хочется ее поддержать, поддержать то самое хорошее настроение, заряд бодрости к Новому году и встретить наши предстоящие морозы. Елена Саган, Сергей Колотов, Вячеслав Ширкунов. Сургут Интерновости. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд».